За последние полгода это уже второй детский сад, который открывается в городе Канске. Тем самым новый садик на 195 детей полностью закрывает проблему очередей в детские сады для детей в возрасте от 3 до 7 лет. Учреждение еще в декабре 2015 года прошло все проверки. Получены разрешающие документы, набран штат воспитателей, приобретен самый современный инвентарь. В ближайшее время будут подключены сенсорные столы. Это современнейшее оборудование, логопедический стол плюс сенсорный пол. Он сейчас, его привезли недавно, мы его подключим. Новый современный детский сад обошелся казне края и города всего в 53 миллиона рублей. Небольшая стоимость объясняется тем, что здания не возводили с нуля, а как говорят строители, откапиталили уже имеющиеся. Детский сад в этом районе, к слову, не работал с 90-х годов. Я видела много лет, как стояло это здание, наверное, в течение двух десятков лет, разрушенным. И тут волшебно, как палочкой перед Новым годом, это здание начало преображаться. И преобразилось в такие вот, можно сказать, хоромы для наших детей, для нас, для родителей. Это сказка, можно сказать. По словам депутатов законодательного собрания, которые присутствовали на открытии садика, в большинстве территорий края очереди для детей в возрасте от 3 до 7 лет уже нет. Но работа в этом направлении еще не закончена. Предстоит еще огромная работа. Да, кризис повлиял, да, и внешняя политика, и геополитика. Все это повлияло. И чиновники говорят, мы вам дадим отсрочку. Это говорят губернаторам, это говорят региональным властям, да. Но ведь Канн справился, Назаровский район справился, и многие другие муниципалитеты справились. Значит, я считаю, это недоработка глав муниципальных образований. По данным на декабрь, в том же Каннске в очереди еще остается порядка 200 детей от 2 до 3 лет. По мнению местных властей, теперь дальнейшая работа должна быть направлена на то, чтобы обеспечить местами в садиках всех малышей и этого возраста. Леонид Юрков, Александр Шумилин. Новости.